приветствую вас мои дорогие зрители и сегодня я покажу вам как готовится крылышки с соусом крылышки я буду готовить довольно таки обычным способом ничего там такого нету а вот соус будет немного необычной некоторые из вас конечно знают о существовании такого соуса но не все я глубоко в этом уверен сегодня мы исправим эту несправедливость и я покажу народу данный соус хорошо пойдемте готовить итак начнем готовку крылышек нужно непосредственно крылышки части не кстати из моего предыдущего видео когда я разделал курицу дальше чеснок сухой паприка копченая черный молотый перец эти ингредиенты понадобятся нам для приготовления непосредственно крылышек остальные же два для соуса это жирные сливки и сыр акпор он дорогой но продается в небольших упаковочках поэтому можно позволить себе понятное дело то что мы начинаем с крылышек потому что нужно их пожарить еще этим временем можно будет соус сделать так добавляем крылышки сушеного чеснока вообще он продается форме пудры но с течением временем он превратился в комочки и 1 и 2 я думаю что этого будет достаточно спорим вы догадались то что нужно делать дальше правильно тщательно размешать кстати все комочки надо растолочь чтобы чеснок равномерно разошелся по крыльям добавляем растительное масло во первых это поможет нам растолочь комочки а во вторых масло будет выступать в роли проводника между чесноком и крыльями но я не раз уже об этом говорил не ленимся чем больше труда и любви мы вложим сейчас тем вкуснее получится конечный продукт предварительно разогреваем духовку и выкладываем наши ребрышки на заранее подготовленные противень но теперь у нас есть время не спеша сделать соус соус вкусный необычный но проще пареная репка всего два ингредиента в блендер помещаем немного сыра ракфор не уйдет даже половину упаковки может даже четверть упаковки осталось добавить второй ингредиент это сливки жирные что мы и делаем аккуратненько я прямо нужно для поправы и я решил добавить еще порубленного укропа немножко процессе готовки у меня часто возникают идеи как можно улучшить блюдо тоже настало время превратить это в однородную массу с помощью блендера время от времени проверяем консистенцию подойдет нам она или нет мне слишком густо поэтому я добавляю сливок и снова работаем блендером обязательно учитывайте что чем больше сливок вы вливаете в соус тем менее соленым он будет кстати если вы заметили что ваш соус немного неравномерно размешан лучше помогите ложкой потому что при использовании в долговременном блендера ваш соус может разойтись превратиться в жидкость соус готов и мы приступаем к подготовке посты которые будем покрывать крылышки в самом начале их готовки я специально не добавлял соли потому что я решил использовать соевый соус если же вы будете использовать воду то вначале нужно добавить немного соли в миску наливаем своего соуса насыпаем копченой паприки и молотого перца вот всего лишь три ингредиента которых состоит наша паста ну и соответственно перемешиваем предупреждаю сразу свой вы соус очень соленый поэтому из-за что используйте половину воды половина его если получилось слишком густо то добавляем воды или соевого соуса лучше воды так как соли было довольно таки много даже для меня а я люблю соль консистенция меня устраивает ничего больше добавлять не буду на данном этапе можно переложить соус в более красивую посуду что я делаю сверху же чтобы подчеркнуть присутствие сыра ракфор можно украсить небольшими крошками поэтому у меня есть маленький лайфхак для вас положите сыр в морозилку буквально минут на 15 иначе его будет очень сложно раскрошить он будет такой как как паста поздравляю друзья мы очень близки к завершению теперь нам нужно переложить крылышки в пасту и затем перемешиваем чтобы она распространилась равномерно по поверхности так но вроде бы все перемешалось отлично возвращаем на противень и обратно в духовку отправляем но на сей раз это будет очень быстро пришло время сборки блюда выставляем тарелку посередине ставим соус и и по краям выкладываем крылышки не понравилось мне как они лежат неравномерно некрасиво вот такой вот я перфекционист так немножечко вытираем бумажным полотенцем пятнышки и вуаля ну и как всегда остается сказать приятного аппетита вам и вашим родным вот такой соус вы можете сделать когда будете в очередной раз готовить крылышки да немножко дороговато но я не сказал бы что непосредством то есть в принципе изредка можно такое делать вполне он довольно таки вкусный этот соус довольно необычный вы удивите своих друзей и смотрите не передержите в блендере иначе разойдется ну а теперь как всегда ставим палец вверх если понравилось ставим палец вниз если не понравилось а также рекомендуем канал своим близким родным друзьям все пока он не любит музыку он он